В этом видео мы расскажем о пользе меда и о том, что произойдет с вашим организмом, если вы начнете употреблять этот чудесный продукт каждый день, как улучшится ваше здоровье и самочувствие, а также порекомендуем, как и в каком количестве лучше его употреблять. Хотелось бы отметить, что автор данного видео сам ест мед каждый день уже 6 лет подряд, и за это время ни разу не болел и не выпил ни одной таблетки. Возможно это именно благодаря иммунно стимулирующим свойствам меда. Итак, мед издавна признан одним из полезнейших для организма человека продуктов. Высокое содержание необходимых ферментов и способность натурального меда замедлять процессы старения даровали ему звание суперфуда. Не зря же он был обязательным элементом рациона наших предков. Бортничество, то есть сбор меда диких пчел, было популярно еще с времен первобытности. О целительных качествах меда было известно еще в Древнем Египте, и современная наука доказывает, что каждая капля меда содержит более 70 весьма важных для здоровья человека веществ. Углеводы, которые в нем присутствуют, по сравнению с обычным сахаром, намного легче усваиваются организмом человека. Ферменты, которые входят в состав меда, стимулируют пищеварительные процессы и улучшают обмен веществ. Содержащиеся в меде белки участвуют в образовании гормонов. Минеральные вещества, присутствующие в этом продукте, регулируют деятельность нервной системы, тканевое дыхание и кроветворение. Врачи уже давно советуют заменить сахар на мед. Если первый приносит вред организму, то второй наоборот, просто чудодейственен для многих органов и систем организма, хотя по вкусу и по сладости не уступает сахару. Итак, вот что случится с вашим организмом, если вы начнете употреблять мед на ежедневной основе. Первое. У вас укрепится иммунитет и вы станете реже болеть. Именно мед с давних времен использовали в качестве эффективного средства для предупреждения и лечения вирусных и простудных заболеваний. И это неудивительно, учитывая состав этого продукта, богатого витаминами, флавоноидами и фолиевой кислотой. Кстати, именно флавоноиды активно борются с вирусами и ускоряют процесс выздоровления. Ежедневно употребляя мед, вы скорее всего надолго забудете о том, что такое простуда даже в самые лютые морозы и сырую погоду. Второе. Вы застрахуете себя от сердечно-сосудистых заболеваний. Антиоксиданты в большом количестве, содержащиеся в меде, препятствуют образованию атеросклеротических бляшек, способствуют снижению количества плохого холестерина и сужению артерий, что благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Регулярное употребление натурального меда нормализует кровяное давление и позволяет избежать образования тромбов в сосудах. Всего лишь через два месяца ежедневного употребления меда люди с заболеваниями сердца отметят улучшение своего самочувствия. Третье. Ваш мозг станет более эффективно работать. Витамины группы В, кальций, аскорбиновая кислота. Вот лишь малая часть тех элементов, которые входят в состав меда и значительно стимулируют работу мозга. Таким образом, включив мед в свое ежедневное меню, вы обязательно ощутите прилив сил и энергии, а также повышение работоспособности, улучшение памяти и концентрации внимания. Наверняка вы слышали рекомендацию во время большой умственной или эмоциональной нагрузки съедать конфету. Дело в том, что глюкоза помогает организму легко переносить нагрузки как на нервную систему, так и на мозг. Только чтобы такая подпитка еще и пошла на пользу, вместо шоколада или конфеты используйте натуральный мед. С помощью этого лакомства вам проще будет справиться с любой задачей, как физического, так и умственного характера. Четвертое. Улучшится состояние вашей кожи. Мед по праву считается прекрасным антиоксидантом, выводящим из организма токсины, которые зачастую становятся причины закупорки пор, появления угревой сыпи и раннего старения кожи. Кроме того, противовоспалительное и антибактериальное свойства этого продукта помогут устранить кожное воспаление и покраснение. Ежедневно употребляя мед, вы заметно улучшите состояние вашей кожи, вернете ей гладкость, бархатистость и здоровый вид. Пятое. Вы станете меньше подвержены стрессу. Мед называют природным антидепрессантом, поскольку постоянное его употребление благоприятно сказывается на работе нервной системы. Замечено, что люди, начинающие свое утро с меда и употребляющие этот продукт перед сном, легче справляются с усталостью, менее агрессивны и раздражительны, а также становятся устойчивы к стрессам. А все благодаря глюкозе и фруктозе, которые укрепляют и питают нервные клетки. Шестое. У вас улучшится сон и настроение. Глюкоза, всасываясь в кровь, способствует мышечному расслаблению, улучшению эмоционального фона и снятию напряжения. Кроме того, в процессе употребления меда наш организм вырабатывает гормон серотонин, который отвечает за хорошее настроение. В свою очередь серотонин преобразуется в гормон мелатонин, регулирующий продолжительность и качество нашего сна, который становится глубоким и спокойным. Стакан теплого молока с медом перед сном это эффективное, натуральное, успокоительное и снотворное для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Если не верите, проверьте на личном опыте. Седьмое. У вас улучшится пищеварение и вы застрахуете себя от гастрита. Благодаря своим антисептическим свойствам мед показан людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Дело в том, что мед, проходя по пищеварительному тракту, не только нейтрализует вредоносные микробы, но и заживляет небольшие раны, расположенные на слизистой оболочке, как желудка, так и двенадцатиперстной кишки. Также мед нормализует пищеварение и в короткие сроки восстанавливает полезную микрофлору, поскольку является природным пробиотиком, в состав которого входят лактобацилы и бифидобактерии. Итак, сколько же меда можно есть в день? Пчеловоды и яростные почитатели меда говорят о том, что в сутки можно употреблять порядка 150 грамм этого продукта. В свою очередь официальная медицина придерживается немного другого мнения. Врачи выделяют следующие суточные нормы потребления меда. Взрослым 50 грамм, это приблизительно 2-3 столовые ложки в сутки. Детям и подросткам до 2 чайных ложек. Пожилым людям до 2 столовых ложек в день. Кроме того, указанную норму меда следует разбить на несколько приемов. Но и это еще не все. Если вы хотите получить от употребления меда максимум пользы, следует придерживаться еще данных нехитрых рекомендаций. Первое. Не употребляйте натощак мед в чистом виде, не разбавив его с водой, чаем или чем-то другим. Особенно если в ближайшие полчаса не планируете завтракать, обедать или ужинать. Следствием игнорирования этого правила станет чрезмерная выработка инсулина и излишняя нагрузка на вашу поджелудочную железу. Второе. Не кладите мед в горячую воду или кашу. Помните о том, что температура, превышающая 45 градусов Цельсия, разрушают многие полезные соединения этого продукта. Мало того, при нагревании меда свыше 60 градусов, он начинает выделять еще и токсичное вещество под названием 5-оксиметилфурфурол. И в этом случае речь уже будет идти не о пользе, а о вреде меда. Третье. Не храните мед на свету или в теплом месте. В таких условиях этот замечательный чудодейственный продукт также теряет свои целебные свойства. Лучшее место для хранения меда – это кухонный шкаф или холодильник. Самой же простой формой употребления меда будет просто замена им сахара. Только единственное отличие заключается в том, что мед нужно добавлять уже в готовое блюдо после остывания, а не во время варки, как сахар. Это все по тем же причинам, так как при высоких температурах, мед из полезного продукта превращается в вредный. То есть, если, например, готовите кашу или молочный суп, то во время варки игнорируете сахар, но в уже остывшее блюдо добавляете немного меда прямо в тарелку и размешиваете. Или при приготовлении блинов также не добавляете сахар в тесто, а едите готовые блины с медом в прикуску. И особо не заморачивайтесь на нормах употребления этого полезного продукта, как это делает, например, автор данного видео. Он часто значительно превышает заветных 50 грамм в сутки, но при этом не имеет никаких проблем со здоровьем, как в принципе и большинство пчеловодов, многие из которых едят мед в больших количествах долгие годы. Однако хотелось бы обратить внимание на то, что чтобы действительно получить пользу от этого замечательного продукта, нужно употреблять только стопроцентный натуральный мед. Если же вы будете использовать мед из магазина, то скорее нанесете вред своему организму, так как чаще всего представленный в гипермаркетах продукт является подделкой на основе все того же вредного сахара. Поэтому серьезно отнеситесь к покупке меда. Не ленитесь найти надежного продавца. Желательно даже поехать к нему на пасеку и там по сезону закупиться натуральным живым медом. А что касается способов проверки этого продукта на натуральность, то они очень ненадежны и в своем большинстве вообще неадекватны. Поэтому стоит побольше внимания уделить именно выбору производителя, чтобы на себе ощутить все те улучшения в состоянии здоровья и самочувствия от ежедневного употребления этого продукта, которые мы описали выше. Ну а на этом у нас все. Если вы впредь желаете знакомиться с подобными видео, которые помогут вам сохранить и укрепить здоровье, подписывайтесь на наш канал.